24 обстрела позиций ВСУ на Донбассе совершили боевики за сегодняшний день. Четверо украинских военных получили ранения, об этом сообщает пресс-центр штаба ОТО. Наемники используют грады, танки, крупнокалиберную артиллерию. В Авдеевке траур. Вчера снаряды попали во двор жилого дома. Погибли 4 мирных жителя, двое детей, девочки 4 и 7 лет, остались сиротами. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Разрушенный дом, засохшая кровью, разорванная снарядом из гаубицы плоть. Трагедия произошла вчера вечером в начале 8-го. Соседи рассказывают, владелица дома вместе с родственниками и детьми собрались во дворе на трапезу. И пришла еще кума с кумом, с детем. Вот они тут в огороде что-то пололи, днем ходили. А к вечеру они пришли сюда, беседка была, наверное, сели. В момент взрыва дети, девочки 4 и 7 лет, находились в доме. Это их и спасло. Услышали, что где-то близко разорвался снаряд. Забежали, у меня у самой двое деток. Пока спрятали их, услышали, что на улице детки маленькие плачут. Выбежали, девчонки тут стояли, босиком, раздетые, прибежали, начали кричать, спасите нашу маму. Мы девочек себе домой спрятали и побежали туда. Картина внутри двора ужасная. Владелицу дома и троих родственников разорвало пушечным снарядом. А 27-летний сын получил тяжелейшее ранение головы. Четыре трупа. Вот так вот. А он один. Я боюсь подойти. Он хрипит даже. Ну, как я так понимаю. Ну что, возьму, подниму и ушел. Раненого парня стабилизировали, а потом вертолетом эвакуировали в Днепровский госпиталь. Оказалось, что эта семья во время февральского обострения бежала от войны в Киев. В Авдеевку вернулись на пару дней оформить документы и проведать родственников. Она приехала 10 числа справку сделать с обезой. В Авдеевке сегодня траур. В администрации решают, как лучше устроить сирот. В первую очередь занимаемся, звичайно, детьми. Другое вопрос – это похороны людей, которые погибли. Третье вопрос – это восстановление. Посмотрим, что можно восстановить, что можно помочь там по этому будинку. Ну, понятно, что сегодня мы скасовали святкувание Дня Европы. Под Авдеевкой и на Луганском направлении наблюдается эскалация боевых действий. Боевики используют грады и крупнокалиберные орудия. Обстрелы продолжали и о певночке, и уже после о певночке. Фактически, с начала этого года они не прекратились. Кроме того, в Авдеевке работали 120-мм миномет. На светлодарской дозе использовали снова реактивную систему залпового в Огнеград. Фактически, целый пакет они выпустили по одному из наших позиций. Были випадки использования ними в ночи и артиллерии калибру 152 мм. Один военный получил тяжелое ранение. Снайпер попал в него из крупнокалиберной винтовки. Сейчас за жизнь нашего воина борются врачи. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.